Тест-драйв кораблика Тигр Скоростной с автопилотом и ЧПС. Поехали! Сейчас я покажу повороты кораблика. Кораблик разворачивается почти на месте. Так, и в обратную сторону. На кораблике установлены впереди два светодиода белых и сзади два больших красных светодиода. Будет хорошо видно при ночной рыбалке. Также установлен GPS автопилот, GPS памяти на 10 точек плюс 100 водоемов. Сейчас что мы сделаем? Продемонстрирую работу GPS автопилота. Сохраню базовую точку здесь, для этого переводим тумбер в положение 2, выбираем точку ноль, пересохраню ее. То есть я раньше сохранял в другом месте. Сейчас зажимаю на 5 секунд вправо стик и отпускаю. Вот, сейф. Точка базовая сохранена. Теперь перевожу тумбер в режим ручного управления, в первое положение и поплывем корабликом куда-нибудь подальше. На этом же кораблике установлен автопилот и эхолот Тослон. Вот он у нас работает, показывает дно. Дно, рельеф, дна, рыбку. Ну здесь правда рыбки нет, потому что мы в городе и ее тут нету. Вот, сейчас подальше заплывем. Кораблик, у кораблика скорость 180 метров в минуту, перевозит 1,5-2 килограмма прикормки. На пульте отображается вот ноль, это базовая точка, 12 это количество спутников, которые он сейчас поймал максимальная. Можно работать с 6 спутников, начиная, и больше. И 80 метров это расстояние от нулевой точки до кораблика сейчас. То есть давайте вот на 100 метров сейчас заплывем. Плывем дальше корабликом. Так, вот у нас идет 97, 98, ну вот 100 метров. Теперь сохраню первую точку, для этого перевожу тумблер в положение 2, выбираю первую и зажимаю стик на 5 секунд вправо. Это я перезаписываю точку. Если просто сохранить, то можно просто нажать вправо один раз. Все, точка перезаписана, теперь у нас она сохранена в памяти. Теперь верну кораблик на базовую точку в режиме автопилота. Для этого перевожу тумблер в положение 3, выбираю нулевую точку, вот она. И 101 метр у нас расстояние от кораблика до нулевой точки. Нажимаю вправо, return. То есть сейчас кораблик у нас на автопилоте возвращается самостоятельно на нулевую точку. Вот он у нас развернулся. Пультом я ничего не делаю. То есть он у меня, вот. И кораблик сам возвращается обратно. Вот, сейчас мы посмотрим за минуту, сколько он проедет. Точнее 100 метров он за минуту сейчас преодолеет. На кораблике установлены также вот габариты. Сейчас включу, будет видно. Ага, вот они. Здесь речка, небольшое течение идет у нас. Легкий ветерок, но на работу это не влияет. Так, кораблик у нас возвращается. Вернулся на базовую точку. И теперь я переведу тумблер в положение ручного управления, разверну корабль. И отправлю на первую точку, чтобы кораблик завез прикормку, выгрузил ее и вернулся на базовую точку. Перевожу тумблер в положение 3, выбираю первую точку, 101 метр и нажимаю вправо. Вот, сейчас кораблик самостоятельно начинает плыть на первую точку. Он там выгрузит снасть с прикормкой и вернется на нулевую. Также есть режим полуавтопилота. Это когда кораблик завозит снасть в первую точку и останавливается. А вы потом просто выгружаете снасть и в ручном режиме уже возвращаетесь, куда вам нужно. Для этого нужно нажать не вправо, а влево. Вот таким вот образом. Так, у нас кораблик осталось 33 метра до первой точки, 27-26. Вот он. 8 метров осталось плыть. 3. Все, выгрузил снасть. Пульт притом промигал. Слышно звуковая индикация, сейчас он разворачивается и возвращается обратно. Вот такой принцип автопилота. То есть вы можете запомнить здесь 10 точек и 100 водоемов. Приехали на новый водоем, у вас уже сохраняются точки в новый слот памяти. Если вернулись на старый водоем, старые точки подтягиваются. Тем самым у вас уже все будет сохранено. Размер кораблика 80 сантиметров. Бескорректорный двигатель на прямом приводе установлен. Ну и так же, в этой комплектации он идет с GPS-ом, автопилотом, эхотом Таслон. Есть так же комплекты с эхолотом Лаки, немножко подешевле. И есть без эхолота с GPS-ом, автопилотом. Вот. Вот он вернулся к нам на базовую точку. Все. Вот так вот он работает. Так, еще погони.